Здравствуйте дорогие друзья! В этом видеоролике мы соберем с вами домашний сервер из вот такого маленького неттопа, который будет стоять у вас 24 на 7, потреблять малой энергии и при этом приносить вам пользу. В предыдущем ролике я рассказывал о том, как собрать сервер из хлама, многим все понравилось, но единственный момент, то что он был достаточно шумный, он потреблял много энергии, он в принципе и сейчас работает и у меня в планах его проапгрейдить, но у меня завалялся вот такая вот маленькая штучка, она довольно старая, но в принципе в качестве сервера мы можем ее использовать. Сюда я установил диск на 2 терабайта SSD, закачал сюда много полезных и хороших программ. Единственный момент, я не хочу перенастраивать все заново, все форматирую, я вставлю сюда диск меньшего объема, у меня есть там SSD на 150 гигабайт, чтобы продемонстрировать вам шаг за шагом, как я буду производить настройку. В общем, оставайтесь, я вам все расскажу, покажу и более того, часть функционала, который мы сюда перенесем, мы и накатим на наш старый сервер. Так, ну что дорогие друзья, вот она наша маленькая коробочка, наш маленький нетоп, я сейчас его вскрою, поставлю туда вот диск на 150 гигабайт. Дело в том, что я уже свой маленький нетоп настроил, мне не хочется удалять с него данные, я им уже пользуюсь активно достаточно. У меня там много чего есть сохраненного, поэтому я сейчас быстро сделаю беглый такой обзорчик, как он у нас вообще выглядит внутри. Вот он довольно легко разбирается, одним болтом раскрывается полностью на топ. Как я уже и говорил, таких вещей на Авито очень много, они разных конфигураций. Это довольно старое железо, по-моему какой-то атом стоит, четырехъядерный. Но в целом для задач микросервера он хватает. Здесь всего лишь 4 гигабайта оперативной памяти. Возможно, если я не поменяю его в целом, я его оставлю и может быть сюда 8 гигабайт. Или он пойдет кому-нибудь, Соня, например, тебе, да, пойдет кому-то в служение. В общем, будет служить на пользу другим людям, кому не требуется мощное железо. Вот, ну что, я откручиваю здесь, снимаю быстренько диск. Так, вот диск Samsung, 2 терабайта, Evo, Evo 870, по-моему, это очень хороший диск. Вот, я специально купил как раз вот для таких нужд. В предыдущем ролике я рассказывал, как RAID собрать. К сожалению, здесь мы никакого RAID уже не получим, но по опыту могу сказать, что современные SSD диски довольно надежные. При этом у нас данные храниться будут не только здесь, да, то есть у нас будет синхронизация происходить между нашими устройствами. Поэтому ничего страшного, особо критичного не должно случиться. Да, это 872 терабайта, такой вот красивый диск. Ну, там вот так вот, наверное, показать надо. Вот, оставляем его здесь и вставляем наш Intel или настройки. Нам, в принципе, достаточно два болта. Это SSD диск, там нет никаких крутящих, свертящих, пердящих элементов, в отличие от старых добрых HDD жестких дисков. Поэтому здесь вообще можно на скотч лепить и все, и не париться. Так, ну что у нас тут? Я не вижу здесь каких-то вентиляторов, на самом деле. Возможно, здесь вообще пассивная система охлаждения. Да, здесь просто радиатор. Я даже его не скрывал, может быть, и надо было его... Ну, ладно. В общем, он не греется в целом. Он не супер мощный. Мы собираем его обратно. В целом, все, сервак собранный. Теперь мы берем нашу волшебную флешечку, на которой я снимал обзор, где я записывал всякие штуки. С нее и будем производить установку. Если что, в описании будет ролик, как создать себе такую флешку. Это у меня на 128 гигабайт. Можно ее сразу вставить и подключаем питание. Не забываем подключать сеть. Ну, для первой настройки нам и HDMI понадобится, чтобы подключиться к монитору. Здесь, на самом деле, очень много портов, если вы обратите внимание. Здесь и есть USB 3.0, к которому я, наверное, подключу внешний жесткий диск со временем, чтобы на него тоже какую-то информацию хранить. Здесь DisplayPort, два USB порта 2.0, даже три. И вот спереди есть еще USB-шка. Здесь можно вставить флешку, если, допустим, вы там наснимали на фотоаппарате или что-то еще, вставили, перенесли данные на сервер сразу и круто. Здесь еще два компорта, но они нам точно не понадобятся. Почему они так почему-то зашиты? Ну, ладно, короче, не буду их трогать. В общем, прикольная штучка. Приступаем к ее настройке. Сейчас я поэтапно расскажу, что я буду делать. В общем, я вставил флешку в свой компьютер. Флешку MediaCat. Вот вы видите, вот она, моя любимая, моя родная. Вот здесь вот есть папочка Live Operation System. В качестве дистрибутива для основы я буду использовать Debian. Я хочу использовать у меня папочка Debian. Вот он, 12-й. Перехожу на флешечку и закидываю прямо в корень. Идет процесс записи данных на нашу флешку. Флешка не быстрая USB 2.0, но и при этом она нормально позволяет работать. Так, все готово. Мы безопасно извлекаем ее из компьютера и вставляем в наш сервер. Дальше уже будет процесс установки нашей операционной системы и настройки ее в качестве сервера. Ну вот, я загрузился с флешки, подключил макарнатуру. Сейчас будем уже устанавливать. Переходим в ту папочку, где я и говорил, Live Operating System. Вот наш Debian 12, бутаем Normal Mode и грузимся. Не надо графиковый инсталл, я выбираю просто старый добрый инсталлятор. Debian 12 он обновился, он теперь есть графический, но мне больше нравится тот, и как в предыдущем ролике. Давайте выберем русский язык. Российская федерация. Раскладка русская. Alt Shift. У этого устройства еще стоит Wi-Fi. Я выбираю Ethernet. Wi-Fi, конечно, можно, но лучше иметь доступ проводной именно к роутеру напрямую. Сейчас он получает настроечки. Давайте его назовем Mini Server. Домен мы пока пропустим. Пароль суперпользователя. Его не забываем. Теперь учетная запись нашего обычного пользователя. Я наберу, как вот у меня в компьютере, пароль. Так, нам здесь надо часовой пояс выбрать. Загрузка дополнительных компонентов. Мы перешли к разметке диска. Я считаю, что нам сейчас нет необходимости заморачиваться. Мы будем использовать весь наш диск. Авто. Не удалось разметить. Почему, интересно? Авто. Использовать весь диск, точнее, вот все правильно. И вот наш 150-гиговый SDA выбираем. Он предлагает создать отдельные папочки для домашней директории, вар и временных файлов. Мы все оставим на одном разделе. Нам это не принципиально. Он автоматически уже сделал разметку. Вот мы видим наш диск Intel, который все сделал по красоте. И закончим разметку и запишем изменения. Да. Все, у нас пошел процесс установки чистого Debian. На самом деле, подробно рассказывать об этом я не вижу смысла. Может быть, какой-то отдельный ролик по установке и настройке Linux я сделаю когда-нибудь. Сейчас моя задача показать, как быстро и легко развернуть свой домашний сервер. В принципе, тех настрой, которые я здесь указал, вам должно хватить вполне. Теперь нам надо выбрать зеркало пакетов. Я выбираю вот этот зеркало. Вы можете выбрать любое. Я опять выбираю MeFi, как в предыдущем ролике. Ох, долгий процесс, конечно, но ничего. Мы ждем, ждем, ждем. Вот он у нас просит отправить анонимное. Нет. Вы можете оставить окружение графического рабочего стола. Я ничего этого делать не буду. Лишнюю нагрузку мне на сервер не надо. Подключайте, смотрите на него. Я тоже не буду. Он будет стоять. И в него будет только воткнут провод питания, внешний жесткий диск и провод сетевой для подключения к роутеру. Поэтому мне ничего не надо. Только самый важный момент, который вам стоит установить, это стандартные системные утилиты. И пусть они останутся. И SSH сервер. Для того, чтобы мы могли удаленно, через терминал и командную строку спокойно подключаться к нему. Это очень удобно. Все будет показано в ролике, как я буду это делать. Установка завершена. Мы нажимаем продолжить. Все, система пошла в ребут. Я достаю нашу флешку. Видим, что у нас Davion Linux. Все хорошо. Значит, все встало. Мини сервер. Пробуем залогиниться. Я сразу сделаю это под рутом, дабы убедиться, что все работает. Посмотрим. Команды IPA. Наш IP-адрес. Какой нам выдал роутер. 10-10-23-103. Вот такой у нас с вами IP-адрес. Поэтому мы сразу открываем терминал. Windows 11. Это делается вот. Правой кнопкой мыши по меню пуск. Пишем команду SSH. Давайте сразу под рутом. Fingerprint. Подключаемся. А, permission deny. Он нам не дает подключиться под рутом. Потому что безопасность должна быть безопасной. Но мы там создавали обычного пользователя. И заходим под ним. Ух, ничего себе. Все нормально. Я зашел в голое Debian. Поэтому суда не найдено. По-моему, вот такая команда. Работать под администратором. И мы вводим пароль от нашего root-пользователя. Да, помните его. Вот такая команда. Я ее выделю. Su-. Вводим пароль root. И получаем вот такую решеточку. Будьте внимательны и аккуратны. Когда вы находитесь в режиме супер-пользователя, любые действия могут привести непоправимый вред вашей системе. Поэтому повторяйте все действия за мной. И все у вас будет хорошо. Ничего не удаляйте. Ничего не стирайте. Смотрите. Мы переходим на сайт. Называется kasaos.io. Естественно, все ссылки я оставлю в описании. Все ваши файлы должны храниться у вас под вашим присмотром. В целом, нам даже и root-то не нужен. Можем прямо отсюда просто скопировать команду. Да простят меня linuxoids. Мы все делаем для обычных пользователей. Для тех, кто только знакомится с linux. Вот правой кнопкой мыши. У меня сразу вставилось все. Я нажимаю enter. А, вот у нас, смотрите, пишет, что команда curl не найдена. И команда sudo не найдена. Что нам надо сделать? Нам надо вернуться в наш супер-пользователя, дабы ускорить процесс. Abt пишем install sudo. Мы ставим sudo и abt install curl. Здесь мы соглашаемся. Из режима супер-пользователя мы выходим exit. Вот наша команда, которую мы вставляли. Ну, либо вы можете скопировать еще разок. Нажимаем. Он просит наш пароль от супер-пользователя. В общем, интересно. Я забыл, что надо добавить пользователя в группу sudo. Я, честно, не помню, как это делается. Чтобы я мог делать команду с привилегированными правами. Что нам надо сделать? Я не супер-линуксоид. Конечно, я стремлюсь к этому вместе с вами. Для того, чтобы нам добавить пользователя в группу sudo, мы сделаем такую вещь. Мы опять входим в режим супер-пользователя. И добавляем sudo юзернейм. Ну, вот у меня пользователь майк. Юзер мод. Все, мы добавили. Делаем exit. И снова стрелочками вверх-вниз вы можете по истории ваших команд. Чтобы вам не вбивать заново или не вставлять. Вот, пожалуйста, я стрелочкой вверх вернул команду. И нажимаем. Здесь уже вводим пароль от нашего пользователя. И почему-то опять я четко нахерачил и все попутал. Сейчас попробуем. Удалилось, очистилась наша история. Копируем, вставляем. И все, пошла установка. Ссылки к описанию я, естественно, распишу все поэтапно. Почему-то в прошлый раз у меня не было таких проблем. Но, видим, я все сделал под рутом. Это не очень безопасно. Поэтому мы сейчас с вами все сделали правильно. Сейчас мы увидим, как скачался скрипт с сайта. И мы можем наглядно видеть процесс установки и разворачивания этой самой серверной оболочки. Что это за серверная оболочка, которая нам будет помогать в разворачивании нашего сервера? В предыдущих роликах, если кто за мной следил, я рассказывал, как на OpenMediaWeld мы ставили специальные компоненты, которые позволяют управлять Docker Compose файлами. Это достаточно было просто сделать. Это было достаточно удобно. Но все равно требовались кое-какие правки файлов. Еще какие-то моменты, связанные с настройкой Docker. Я, если честно, сам Docker тоже не до конца знаю. Только вот приступил к его изучению. Здесь у нас все будет работать из коробки. Мы будем нажимать просто кнопочку установить. Здесь Docker уже будет работать под капотом автоматически. Поэтому нам никаких сложностей не должно возникнуть. В любом случае, сейчас любая какая-то проблема, если будет возникать, я не буду ничего делать. Вырезать, переснимать. Пусть остается. Будем с вами решать проблему по мере съемки моего ролика. Вот мы даже видим здесь Docker Compose плагин. Уже начался процесс установки Docker. Вот у нас установилась наша программа KASA OS. Здесь вот написана наша версия. Здесь адрес, по которому мы можем перейти на наш сервер и использовать для этого любой веб-браузер. То есть я прям отсюда, по-моему, зажать Ctrl и нажать, то можно перейти. Да, нас встречает красивый рабочий стол. Welcome to KASA OS. Мы нажимаем Go. И нам надо создать пользователя с простым, несложным паролем. Дабы это у меня экспериментальная штучка, чтобы вам продемонстрировать, как это все будет работать. Нажимаем создать. Firefox уговори мне, не надо сохранять ничего. Да, пусть он присылает новости. И вот нас встречает вот такой вот рабочий стол. Я быстро пробегусь, что у нас тут есть. Да, тут у нас есть аккаунт наш. Мы можем его отредактировать. Здесь вот настройки. Здесь мы можем включать, отключать страну поиска. Можно искать, опять же, используя различные поисковые системы. Ну, пусть он оставит DuckTuckGo. У нас язык я оставил русский. Порт, по которому мы подключаемся к нашему серверу, оставим 80-й. Мы можем изменить фоновое изображение. Это очень прикольно. Вот, тоже смотрите, как красиво. Мне даже вот это больше нравится. Довольно приятный интерфейс, который позволяет нам взаимодействовать с сервером практически как с нашим компьютером. То есть, нету каких-то сложностей. Вот. Мы можем настроить какие-то виджеты. Будут показываться время, состояние системы. То есть, здесь вот мы видим нагрузку на процессор, нагрузку на оперативную память. И вот автоматическое подключение USB-диска. Это я оставлю, потому что это полезная вещь, если вы подключите, допустим, какую-нибудь флешку. Либо вот я буду дальше подключать жесткий диск внешний. Да, он сразу будет его монтировать. Мы сможем сразу к нему получить доступ и уже работать непосредственно без всяких заморочек. Нас приветствует красивый рабочий стол. Мы переходим в App Store и видим список, гигантский список программ. На самом деле, программ будет еще больше. Прикольная штука. Он нам сразу предлагал ее установить. Ну, во-первых, это Nextcloud. Я думаю, что собственное облачное хранилище никому не помешает в современном мире. Это хорошая альтернатива Яндексу и Гуглу. Иметь свое облако, я считаю, что это очень правильно решать. Смотрите, пока у нас идет установка, мы можем продолжить в фоне. Также открыть еще раз наш с вами сервер. Очень классная штука. Это вот ThinkThing. Очень полезный и важный инструмент, который, наверное, изначально мы сейчас его и настроим. И еще парочку приложений я покажу. Я не буду растягивать этот ролик, потому что в следующем ролике я буду уже настраивать удаленный доступ к этому серверу. Потому что сейчас мы находимся в нашей локальной сети. Пока нам достаточно того, что мы имеем. Но нам, конечно, было бы удобно и полезно, чтобы мы могли получить доступ к такому серверу извне. Переходим в App Store. Ну, я думаю, что здесь уже установленная программка Files. Мы сразу можем видеть файлы нашей вообще системы. Я хочу кое-что попробовать. Вот у нас папка Data, она автоматически создалась. Мы можем перейти в папочку Root. Да, это, кстати, Root доступ к нашему вообще серверу. Но мы сделаем так, что здесь у нас находится приложение нашей NextCloud и ThinkThing, которые уже скачались. Я хочу опубликовать, на самом деле, эту папочку. Так вот не получается это сделать здесь. А через Root я попробую Share и запускаем. Все, мы видим вот такой вот значок. На самом деле это, конечно, не очень безопасно. Но мне важно было просто продемонстрировать. Мы помним IP-адрес нашего сервера. В этот раз у нас не просят никакие логины и пароли. Он сразу дает доступ. И вот, пожалуйста, все те же самые папочки. Документы. Мы можем попробовать, не знаю, даст ли он что-то создать. Да, он даст создавать папку. Вот она здесь автоматически появляется. В целом у нас уже есть шара, куда мы можем получить доступ с наших устройств. При этом он нам сразу говорил, вот если мы нажимаем Share, он нам сразу предлагает, как путь у нас будет в Windows и как нам прописать путь к нашему серверу через MacOS. Вдруг здесь есть пользователи MacOS, а я думаю, что они будут. И тоже такой будет инструмент полезный. Новую папку остановим. Переходим к настройке NextCloud. То есть целый ролик я этому посвятил. Здесь мы просто делаем NextCloud Admin. Придумаем какой-нибудь пароль. В предыдущем ролике нам надо было формировать Docker Compose файл. Здесь нам ничего этого делать не надо. Мы нажимаем просто. Создаем пользователя. NCAdmin и нажимаем установить. Ждем какое-то время. Можем, кстати, посмотреть на загрузку нашего. Здесь показано в процентном соотношении, как грузит приложение наш сервер. Здесь мы уже видим, что уже у нас начинает тихонечку подзабиваться наше хранилище. Сейчас у нас тут 150 гигабайт. Я напомню, что я себе купил двухтерабайтный жесткий диск. Он предлагает нам установить рекомендованные предложения. И я думаю, что пусть ставит. В целом нам ничего страшного. Параллельно я открою ThinkThink. Очень удобная штука. Нас сразу же предупреждают. Так, анонимный отчет мы отправлять нам не будем. О том, что нам надо сюда в интерфейсе настроить наш логин. Поэтому мы переходим в настройки. Подключение. Интерфейс. Интерфейс. Здесь тоже создаем пользователя и придумаем какой-нибудь пароль. Вы можете везде один и тот же пароль делать, хотя я вам не советую это делать. Нажимаем сохранить. У нас сразу же блокируется доступ. Главное не забыть этот пароль. Сохранять нам не надо. Здесь довольно простой инструмент. Довольно простая утилитка. Сейчас мы к ней вернемся. Потому что в целом они очень похожи с Nextcloud. Но для того, чтобы использовать Nextcloud извне, нам нужно настраивать удаленный доступ. Применять какие-то манипуляции. То есть сейчас наш Nextcloud доступен нам в локальной нашей сети. Извне он пока нам никак не доступен. Мы можем подключиться к нашему серверу. У меня уже стоит приложение Nextcloud. Пользователя нажмем «Войти». И я предлагаю просто скопировать отсюда адрес и вставить его вот сюда. Да. Мы нажимаем «Разрешаем доступ». Аккаунт подключен. Возвращаемся к нашей папочке. Я оставлю все по умолчанию. В принципе, ничего страшного. Нажимаем «Подключиться». Вот наш пользователь. Все синхронизировано. То есть если мы откроем нашу папочку Nextcloud. Вот это мой предыдущий. Это вот текущий сервер. Он уже все синхронизировал. Все фоточки и какие-то штучки закачал мне на мой компьютер. И параллельно все это хранится у нас на нашем облачном сервере. Но пока у нас доступ только внутри нашей локальной сети. Мы сейчас не будем заморачиваться удаленным доступом. Это будет тема для отдельного ролика. У меня есть на канале ролик о том, как получить доступ удаленный к серверу. Там я делаю это с помощью TailScale. Ссылка будет в описании. Единственный момент. С TailScale сейчас есть некоторые проблемы и сложности из-за санкций. Если вы находитесь не в России и у вас нет проблем, в принципе, вы можете сделать то же самое, применив это к этому серверу. Наверное, я сделаю отдельный ролик. Но в целом там похожая ситуация. Но у нас есть интересное приложение ThinkThing. Это похожая штучка, как и в случае с нашим Nextcloud. Но она работает немножко по другой технологии. Она работает через рилеи, через определенные сервера. Вроде бы даже как там все это зашифровывается. Поэтому нам даже нет смысла настраивать удаленный доступ. Нам достаточно просто ключами идентификации. Вот здесь я выведу идентификацию. С помощью таких вот QR-кодов мы просто подключаем наше устройство. И они будут доступны нам из любой точки мира, где есть интернет. Это очень классная штука. К сожалению, iOS-устройство данную технологию не поддерживает. Потому что нету кастомного подключения такого, как вот, допустим, скачать какое-то приложение с iOS. Там немножко все сложнее. Если вы пользователь Android, как и я, то каких-либо сложностей у вас доступа к вашим данным и синхронизации не будет. И что нам нужно сделать? У нас есть Default Folder. Это папочка, где хранятся наши данные. Мы берем наш Android-смартфон. Вот нас встречает мой смартфон. У меня уже здесь есть Thinxin-приложение. Оно довольно удобное. Я, наверное, сейчас создам отдельную папочку. Test Folder. Здесь у меня подключенные устройства, уже которыми я работаю. Но ее публиковать не буду. Я буду публиковать своему вот этому новому серверу. Дабы просто продемонстрировать вам, как это все работает, нужно указать папку. Здесь у нас открывается весь наш Android-смартфон. У меня тут довольно много папок. Я, наверное, создам просто в корне и нажму ОК. Все, у нас создалась папочка Test Folder. И мы нажимаем кнопку «Использовать эту папку». Разрешить. После того, как мы все создали, мы нажимаем галочку «Сохраняем». И здесь вот мы переходим во вкладочку «Устройство». Мы нажимаем плюсик, мы можем отсканировать тот самый штрих-код, который нам сейчас выдаст наш сервер. Я нахожусь сейчас на сервере. Вот его адрес. Выбиваем, нажимаем и «Bounce». Да, добавляем устройство. Вот у него какое-то непонятное название. Нужно будет его переименовать. Сейчас пройдет какое-то время. Просто это не сразу происходит. Вот. Обратите внимание, что у нас появился наш Samsung. Добавляем устройство. Переходим в «Предоставление доступа». И видим вот нашу папочку «Default Folder». Нажимаем «Сохрани». И все. Все в актуальном состоянии. Мы берем наш смартфон и делаем то же самое. Переходим во в папочку. И здесь наш тест-фолдер. И нажимаем для нашего устройства непонятным названием «Предоставить доступ к этой папке». Все. Хочет поделиться папкой «Тестфолдер». Мы ее добавляем. Кстати, у нас вот новый путь создается. И скорее всего, наверное, он не в «Default Folder». Потому что «Default Folder» у меня уже есть для моего предыдущего сервера. Поэтому пусть он создаст отдельную папку «Тестфолдер» на сервере. И предоставим доступ. Теперь мы можем смотреть, что здесь у нас находится в папочке. Точнее, закидывать туда файлы в целом. Как это происходит? Мы можем, опять же, все это делать через веб-интерфейс нашей программы. И здесь вот она, эта папочка «Тестфолдер». Здесь какая-то временная папка создалась. Но мы можем, допустим, «Upload файл». Видимо, загрузка идет интерфейса. Интересно. Видимо, то ли это глюк браузера, то ли… Ну, «New File». Файлик он удается сдать. «Тестфайл». «Тестфайл» как, не знаю, пусть он здесь будет. Теперь на телефоне. Как мы можем проверить, что у нас все отсинхронизировано? Мы видим, что «Тестфолдер» у нас зелененький, устройство у нас обновлено. Поэтому мы переходим через проводник в нашу папочку, которую я создавал в корне. Вот она «Тестфолдер». И вот тот самый файлик, который я только что создал. Не знаю, почему я не могу сейчас напрямую upload файл сделать. Может быть, попробовать через этот. Да, вот видите, так вот он почему-то через правый верх не дал. Но, возможно, это связано как-то с браузером. Если вы будете не Firefox использовать или что-то еще. В общем, я попробую. Вот, лист Microsoft Excel. Мы сюда уже загрузили. Пробуем обновить еще разок. Да, вот пошло обновление. Он что-то скачивает. Папочки. Уже видно, что там два файла. Сейчас мы перейдем и обновим. Да, и вот Microsoft List Excel появился у меня в телефоне. Я думаю, что понятно, как это все работает. Демонстрация подключения устройств я сделал. Для того, чтобы у вас все это работало на компьютере, вам нужно будет скачать приложение SyncRazer. Там будет похожая настройка, как и в случае сервера и телефона. Вы просто объединяете ваше устройство, и файлы синхронизируются между всеми вашими устройствами. Вам не нужен какой-то удаленный доступ или что-то еще. Вы просто получаете классный инструмент, который помогает вам синхронизировать ваши файлы. Я не рекомендую хранить какие-то большие файлы. То есть это какие-то текстовые файлы, какие-то настройки, какие-то пароли, возможно. Вот, допустим, я храню базу паролики PASS. Вот так вот, в зашифрованном виде она хранится у меня в таком состоянии. Ну, на таком сервере. С Nextcloud у нас все понятно, все работает. Удаленный доступ будет уже в следующем ролике. Обязательно оставайтесь, подписывайтесь. Сейчас, что я еще предлагаю вам сразу установить, и то, что мы ставили, это Cubit Torrent, торрент-качалка. Сразу нам предлагает предварительные настройки перед тем, как у нас будет скачен этот докер-контейнер. Путь, куда будут скачиваться наши скаченные вообще все файлы. И нажимаем Next. Все, ждем установочки. Мы можем как бы оставить его в фоне. Мы видим процесс там сверху остался. Основные моменты я какие-то все уже показал. Cubit Torrent. Вот он у нас уже установился. Сразу поставился. Admin. 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 Единственное, смотрите. При сохранении файлов он у нас пишет App Cubit Torrent Downloads. Хотя изначально путь был совершенно другой. То есть путь у нас был прописан. И доступ, который мы предоставили, это был Data Downloads. Что мы делаем? Я предлагаю сразу здесь поправить путь. Переходим в вкладочку Tools. И делаем так. Data Downloads. В общем, у вас должны все пути совпадать. И вы можете копипастом это сделать. Но в целом, я думаю, что я нигде не ошибся. Нажимаем Save. Сейчас будет перезапущен контейнер. Он нам об этом скажет. Cubit Torrent. Да, он перезапустился. Мы добавляем наш какой-нибудь торрент. Вот уже поправился путь. Обзор. Так, у нас загрузки. И у меня где-то здесь были папочка с торрентами. Вот у меня Nintendo Switch. Я себе недавно приобрел. Не для игр. Для тестов. Ну и поиграть тоже, наверное, прикольно. Вот Red Dead Redemption для нашего Nintendo Switch. Я сразу прописываю путь. Upload Torrent. И все. Мы видим, что пошла загрузка. Переходим на наш сервер. 103. Вот она папочка Data. Так, это документы. И Downloads, Games, Switch. Пошла наша игра скачет. В следующем ролике мы будем закачивать фильмы. И так, чтобы это было удаленно видно на вашем телевизоре или смартфоне. Это достаточно интересная технология. Я сейчас ее изучаю. Но мне не хочется делать это все в попыхах. Мне хочется как можно подробно изучить самому, как это делать удобно. Просто так, чтобы людям было понятно. Естественно, будут тайм-коды, где вы сможете все это отматывать, быстро смотреть. Потому что не все специалисты и новичкам нужно более подробно разжевывать все. И именно для них я постарался сделать ролик максимально подробный. Ну что, дорогие друзья, я вас поздравляю. Вы сделали свой маленький сервер. Теперь он будет приносить вам пользу. Вы можете использовать все вышеперечисленные программы. Они будут помогать вам в хранении ваших персональных данных, в удаленном доступе. А также, может быть, даже и в каких-то совместных игр с вашей семьей. В общем, это полезный инструмент. Пусть он вам служит. Напишите обязательно в комментарии, что у вас получилось, что не получилось. Остались все какие-то вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Переходите по ссылкам в описании. Там будет больше информации. Если вы хотите поддержать меня, там тоже есть все ссылки. Так что оставайтесь на связи. Всем мир. Пока. Life operating system. Ладно. С английским мне надо поработать, конечно, со своим. Я исправлюсь. Мы сейчас... Я не помню, как это делается. Соня, здесь я немножко лоханулся. Здесь давай тормознемся.